Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И да, я скупила всю косметику Love. Кто не знает, у меня есть такая рубрика, где я скупаю определенный бренд. Это может быть Love, это может быть Chic, Essence, Beauty Bomb, Influence. В общем, любой бренд косметики я скупаю весь и делаю им макияж. Собственно говоря, поэтому я сейчас No Makeup. Кто не знает, я была недавно в Magnet Cosmetics, ну как недавно, это уже было где-то 3-4 недели назад. И там появился новый бренд косметики Love, который можно купить по факту только в Magnet Cosmetics. Как оффлайн, так и онлайн, заказать через приложение. Я все покупала оффлайн вместе с вами на большом шоппинге. И у меня есть здесь, наверное, 90% продуктов, которые представлены у этого бренда. То есть абсолютно все для полноценного макияжа. Это и тональная крема, и какие-то консилеры, карандаши, блески, помады. Вообще все купила, чтобы потестить это на своем лице. Хочется отметить, что это реально очень бюджетный бренд. Постараюсь вам, конечно же, вставлять, но если получится, но не обещаю скрины, сколько стоит продукт на данный момент. Но плюс-минус ценники от 200 до 400 рублей варьируются за продукт у этого бренда. В общем, давайте начинать, поехали! И да, друзья мои, дорогие спойлер, я не являюсь каким-то профессиональным визажистом. Я даже не являюсь каким-то блогером бьюти профессионального уровня. Я себя позиционирую так, как вот обыденный потребитель косметики. То есть я пришла в магазин, купила ее со своими базовыми навыками и делаю свой обычный базовый каждодневный макияж. То есть это не какие-то ультра креативные макияжи, это тот макияж, который я бы сделала, чтобы, допустим, снимать для вас обычное видео. Какую-нибудь распаковку или какой-нибудь шоппинг где-то. А теперь можно начинать. Начнем мы с вами не совсем традиционно, то есть не с тона, а с укладки бровей. Потому что я сейчас свой макияж обычно начинаю с того, что я укладываю свои брови. У бренда Love я купила вот такое вот мыло, хотя недавно я узнала, что, оказывается, у бренда Love еще есть прозрачный гель для бровей. Но, честно, когда я была в магазине, его не было. Там были только цветные туши для бровей и было мыло. Поэтому купила я его. Мыло находится вот в такой железной баночке. Здесь 12 грамм, я его еще не открывала. Для меня главная загадка, будет ли здесь какая-то кисточка. Кисточки нет. И да, кто храпит на фоне, моя собака. Поскольку не было кисточки, я беру свою щеточку для того, чтобы наносить это мыло. И я, как правило, в мыло для бровей добавляю какой-нибудь фиксатор. Сейчас я пользуюсь фиксатором от шик. Кстати, у Love нету фиксаторов макияжа. Печально, конечно, может быть, потом появится. Я делаю буквально вот так вот пшик. Возможно, мне этого пшика хватит для того, чтобы мыло стало, собственно говоря, податливое. Да, нет, хватит. Еще пшикаем. Можно пшикать простой водой. Кто-то вообще сюда плюет. Я предпочитаю все-таки использовать фиксатор. Итак, ребят, я набрала мыло на щеточку. Переборщила, конечно. Но это все можно исправить с помощью руки. Ну, погнали. Зачесываем мои брови наверх. Я давно делала долговременную укладку, поэтому брови мои сейчас очень пушистые, в разные стороны. И мне нужна действительно хорошая фиксация. По первым впечатлениям, мне нравится, что не остается никаких маленьких чешуек. Знаете, как это бывает на самом деле у дешевого какого-нибудь некачественного мыла? Здесь такого нету. У меня достаточно густые брови, хотя кажется, что они такие, знаете, немного лысенькие в каких-то местах. Да, это факт. Но сами по себе они густые, поэтому мне надо много укладочного средства. И я люблю, когда они вот прям стоят наверх. Теперь, когда я полностью все покрыла мылом, я беру кисточку, вернее ее ручку, и вот так вот зализываю брови наверх. Зачесываю, можно сказать. Слушайте, очень все хорошо и быстро приклеивается, фиксируется. Я давно, если честно, не использовала мыла, хотя раньше у меня были постоянно макияж, сейчас предпочитаю все-таки гель. Но это прям хорошая фиксация, посмотрите. Все волосики наверх, как я и хотела. Хорошее, базовое такое мыло. Знаете, самое приятное то, что оно не имеет никакого запаха, потому что иногда у такого мыла бывает он немного неприятный. И второе, что мне нравится, что не собираются никакие катышки на бровях. Так что мылу я ставлю лайк. Покажу вам готовый результат. Теперь мы с вами переходим к тону. У бренда Love есть кушон, а также есть тональный крем с матовым финишем. Кушоном я уже пользовалась. Спойлер, мне он понравился. Он хорошо ложится на кожу, перекрывает все, что нужно перекрыть, при этом чувствуется на коже легко. Вот тональным кремом я еще не пользовалась, поэтому начнем с него. В любом случае, буду использовать два этих средства здесь, в этом ролике, чтобы вы посмотрели наглядно, как они работают. Кушон буду использовать на левой стороне, а тональный крем на правой. У меня тональный крем в четвертом оттенке. Насколько помню, взяла самый-самый темненький. Посмотрим, как он будет смотреться на мне сегодня. Я, знаете, никогда не угадываю с цветом, потому что я постоянно то пользуюсь, то не пользуюсь автозагаром. Соответственно, я бываю чуть темнее, чуть светлее. Все это варьируется от дня недели. В понедельник могу быть светленькой, а в воскресенье уже загореленькой. Когда я снимала ролик, была загорелась. Сейчас посмотрим, как это все ляжет на меня и будет ли это слишком темно. Я взяла новый Beauty Blender. Да, он желтый. Надеюсь, вы мне это простите. Мы забываем все, у меня же была база. Хорошо, что у меня есть салфетки для снятия макияжа. Забыли. Давай-ка забудем об этом. Итак, девочки, мальчики, переходим к базе под макияж. У бренда Love есть только один вариант праймера. Это вот такой вот прозрачный гелевый. Он так и называется. Основа праймер под макияж. Наносить я буду ее абсолютно на все лицо. Я так понимаю, это праймер что-то по типу затирки для пор, потому что ложится он именно таким способом. Странно, на самом деле пахнет. Аромат мне вообще не нравится. Он слегка пахнет, да я даже не знаю чем. Не могу сказать, что он пахнет каким-то пластиком, но пахнет чем-то горьковатым. Очень странный аромат. Но ложится прям как по маслу. И ощущения, знаете, такие слегка жирноватые. Вот я прям правильно подобрала слово. Она как будто слегка жирноватая. Вроде бы все хорошо легло. Подождем буквально пару минут, чтобы праймер осел, чтобы кожа его приняла. Да, праймеру пока что ставлю диз только за аромат. Как он, конечно, поведет себя в работе непонятно. Но аромат мне вот честно просто не понравился. Лучше бы он был без аромата. Пока праймер садится на мою кожу, хотела бы вам рассказать об вот этом вот продукте. Это маска для губ. Ее я уже потестировала, и это просто чудо. Здесь 4,8 грамма. Стоило, по-моему, меньше 200 рублей. Просто так вот наносим тонким слоем. Он вкусно пахнет клубникой со сливками. И аромат, когда разговариваешь, он прям передается тебе в рот. Это как будто ешь клубнику со сливками. Так что маски для губ я определенно говорю да. Ставлю ей большой лайк. Мне она понравилась. Буду ее с удовольствием пользоваться. Особенно перед нанесением макияжа, чтобы быстренько увлажнить губы. По ощущениям, база полностью впиталась. Лицо не липкое, но приятное. Такое, знаете, бархатное. Теперь все-таки переходим к тональному крему. По текстуре он достаточно плотненький. То есть я помню, что я тестировала этот тональный крем в магазине. И я прям сразу поняла, что текстура, знаете, такая. Перекрывающая абсолютно все, что нужно. Сразу понятно, что в цвет я не попала. Да, тонального крема практически я не чувствую никакого аромата. Хорошо, что я взяла светлые консилеры. Смогу сделать обратный, так скажем, контуринг. И высветлить то, что нужно высветлять. Потому что когда-нибудь я выберу правильный цвет тонального крема. Слушайте, наложится прямо очень хорошо. Приятно наносится. Единственное, что нужно быстро тушевать. Потому что по ощущениям, как будто тональный крем очень быстро фиксируется. Я нанесу немного на уши, чтобы не было такого контраста сильного. Надеюсь, это спасет ситуацию. Ну, вроде сам по себе тональный крем лег хорошо. Не смотрите, пожалуйста, на цвет. Но я понимаю, что это невозможно не смотреть. Он не запал в поры. Он не подчеркнул какие-то морщинки. Он хорошо тушуется. Хочется мне, честно, выровнять абсолютно весь тон лица. Чтобы, знаете, ну было как надо. Чтобы все лицо было рыжее. Финиш действительно матовый. Он не сатиновый. Нет, он прям матовый. И это ощущается. Даже лицо я не хочу запудривать. Теперь мы с вами переходим к кушону. Кушон у меня в первом оттенке. Я им уже пользовалась. Поэтому у меня тут и зеркальце уже открыто. На нем была пленочка. И спонжик, как видите, грязный. Та-дам! Внутри нас ждет вот такая вот пуховка, которая набита, собственно говоря, продуктом. Но я думаю, все знают, как выглядит кушон. И у этого кушона есть очень приятная функция. Он подстраивается под тон кожи. Даже если он оказался вам слегка темноватый или светловатый, он каким-то чудом подстроится под цвет кожи. Это действительно так и работает. Видите, какая разница? Какая темная сторона это и какая будет светлая и правильная левая. Забыла сказать, что у тонального крема текстура легкая. Я его вообще не ощущаю на лице. Ровным счетом, как и кушон. Я-то думала, что со мной не так? Почему мне волосы мешают? Так-то лучше. Вот этот кушон, он ложится прям как вторая кожа. Он прям так легко ложится, но при этом посмотрите, как хорошо перекрывает. Если у тонального крема плотность покрытия средняя ближе к плотной, то у кушона плотность покрытия именно средняя, такой вот самый, что ни на есть среднячок. Если здесь насматовый финиш, то у кушона финиш сатиновый, ближе такой к бархатистому. Я бы даже эту часть со своей жирной кожей не запутривала. Она вот просто села и все. Вот как это? Я, наверное, с вашего позволения постараюсь сейчас немножечко выровнять свой цвет лица. И слегка пройдусь кушоном по тональному крему. Я надеюсь, что у меня здесь все хотя бы немножко осветлится таким способом. Как будто бы уже становится лучше. В общем, кушона я 100% говорю, да, он мне очень понравился. Здесь, во-первых, и удобный способ нанесения, удобный способ хранения. Не нужно с собой никакие спонжики носить. Можно в течение дня поправлять с вами макияж. Плюсом ко всему здесь, по-моему, большая громовка. 10 грамм продукта. Мне кажется, хватит надолго. Интересно, тонального крема сколько грамм? Тонального крема, конечно, 30 миллилитров. Это в любом случае совершенно другая история. Робыстрый, легкий макияж. При этом с хорошим покрытием. Покажу вам поближе, как все это легло на кожу. Теперь переходим к консилерам. Я купила сразу два оттенка. Хотя их в коллекции, по-моему, всего три. У меня это оттенок 01 и 02. Они на самом деле очень похожи. Единственное, у них разные подтоны. Один, по-моему, более такой желтенький, другой более серенький. Но сейчас все посмотрим. Таким образом выглядит первый цвет. Светлый, но как будто слегка такой персиковый у него или желтоватый подтон есть. И для сравнения второй. Он чуть-чуть потемнее. И у него реально вот такой уже больше персиковый подтон. Как видите, они действительно похожи. Но, наверное, сейчас попробую воспользоваться именно первым, чтобы высветлить все, что хочется высветлить. Я нанесла на привычные зоны консилер. И сразу же начинаем тушевать. Как будто бы консилер плотный. Пусть он тушуется прям хорошо и реально высветляет. Теперь растушуем зону в области глаз. Мне сегодня, так скажем, повезло. У меня нету никакого альфреда на лице. У меня были с утра какие-то небольшие покраснения. Но я сделала маску и у меня покраснения ушли. Поэтому консилер будем смотреть именно как работает на обосветлении. Финиш сатиновый. Хотя консилер достаточно плотный. Слушайте, бах-бах и уже тон лица выравнивается. Вот как будто со стороной там, где я использовала кушон, покрытие такое более естественное, что ли, там, где я использовала тональный крем. Видно, что покрытие более плотное. И оно не то, чтобы выглядит маской, но заметно, что здесь я использовала очень много продукта. Ну вот и все. Буквально за пару минут, за пару движений растушевала весь консилер. Сказать, что мне понравилось, мне не сказать ничего. Единственное, что хочется попробовать, наверное, и второй оттенок. Как он себя покажет. Только я не знаю уже, где его пробовать. Давайте воспользуемся вот здесь. Да, уже хорошо ложится. Ладно, давайте немножечко еще добавим накрылья носа. Максимально их высветлим. И перекроем тут все мои покраснения. Потому что на крыльях носа у меня очень часто раздражения бывают. Но он прям максимально быстро тушуется. Я в исторге. Мне, честно, понравился больше первый оттенок. Он как будто идеальный для высветления. Ну, по крайней мере, в моей ситуации. Второй оттенок мне показался темноватым. И первый он как будто более плотный, что ли. Возможно, из-за количества пигмента. По-моему, супер. Переходим дальше. Следующий продукт. Это у нас жидкие хайлайтеры. Да, оба два позиционируются как жидкие хайлайтеры. Несмотря на то, что один у нас светленький, другой темненький. Я взяла оба. Потому что в коллекции не было бронзера и контуринга. Поэтому вот этот я буду использовать как бронзер. Пожалуй, начнем и с него. Если что, темный оттенок это тон второй. А светлый оттенок тон первый. Но это информация для тех, кто вдруг захочет заказать что-то себе онлайн. Очень плохо снимается упаковка. Ура, практически распаковали. Мы освободили этот тюбик от оков упаковки. Давайте скорее посмотрим на цвет. Потому что этот продукт я не сводчила в магазине. Или сводчила, но я не... Нет, я сводчила. Знаете, как поняла? Благодаря вот этому аппликатору. Потому что он мне показался таким удобным и красивым. Но в качестве хайлайтера, мне кажется, это очень многим будет темновато. Но вот в качестве бронзера, посмотрите, какой классный цвет. В общем, я беру вот такую вот кисточку. И с помощью нее буду наносить бронзер сначала на лоб. Делать затемнение. Как будто на лице это смотрится светло. Нам надо больше. Самое главное, что тушуется хорошо и не ложится пятнами. Потому что был у меня такой опыт. К сожалению, думаю, многих такой был. Да, тушуется классно. Но супер какого-то бронзирующего эффекта все-таки не будет. Нам его не обещали. В общем, это была моя идея использовать это средство как бронзер. Но провальная идея, честное слово. Да, девочки, не берем мы этот хайлайтер в качестве бронзера. Вообще не то. Тон вроде бы не съедает. Но это некрасиво смотрится, правда. Наверное, хайлайтером мы воспользуемся чуть позже. А сейчас перейдем с вами к румянам. У Love есть румяна-кушон. Для меня это новинка в плане вида продукта. Потому что, ну, понятно, что есть кушон для лица. Но кушон-румяна это что-то новенькое. Интересно, здесь будет какой-то спонж для их нанесения или нет. ASMR. Так, вместе смотрим, ищем спонж внутри. Нету спонжа, нету. Почему тогда это кушон? Та-дам! Я выбрала такой нежно-розовый цвет, потому что обожаю его использовать в своем макияже. И это оттенок первый. Здесь, к сожалению, нету спонжа в комплекте. Я буду использовать вот эту кисточку. Первый раз я использую только продукт. В общем, набираем. И да, это кремовый румян. Они, естественно, не сухие. То есть они наносятся на кремовые текстуры. Но еще пока что не припудренное лицо. Ааа, какой классный оттенок! Я румяна вообще люблю использовать не только на щеках. Я их часто использую и как тени для век, и как помаду. Я обязательно наношу на спинку носа. Катушевать буду с помощью блендера. Блин, это потрясающе. Да, именно потрясающе. Я, кажется, нашла еще один свой любимый продукт от этого бренда. Наложится просто супер. Румяна супер. Тушую согласно. Можно их как наслаивать. То есть сделать более яркий макияж. Так и делать такой нежный, как у меня сейчас. Хотела вам продемонстрировать, как можно нанести эти румяна более плотно. И сделать уже такие кукольные щечки. Та-дам! Теперь я у вас румяная красавица. Румяна прям 10 из 10. Вот знаете, я ими восхищаюсь. И цвет классный, и текстура классная. И ложится все хорошо. И тушуется хорошо. Попробую нанести пальцем и сделать сводь, как это все будет. Можно нанести на губы. И нежный макияж губ готов. Теперь мы с вами переходим к более светлому хайлайтеру. Его уже будем использовать по назначению. Смотрим на этот удобнейший аппликатор. Блин, ну это очень красивый оттенок. Это такой золотистый, легкий-легкий хайлайтер, который, знаете, можно будет использовать потом. Деликатно на теле нравится. Надеюсь, он не будет съедать тон, разъедать его и так далее. Наносить хайлайтер буду пальцем. Также нанесу немножко хайлайтера в уголок глаза внутренний. И снова все буду тушивать спонжем. Он очень деликатный. Посмотрите, сияние есть, но оно такое крайне нежное. Хочу попробовать еще хайлайтер нанести кисточкой. Это, правда, не кисточка для жидкого хайлайтера, но это кисточка для консилера. Что я поняла? Что хайлайтер действительно очень деликатный, идеальный для тех, кто боится переборщить и не любит какое-то крайне сильное освещение. То есть для дневного повседневного макияжа то, что нужно. Вот, это уже на два слоя. Мне нравится, как сияет, так нежно. Также я нанесла на спинку носа и тушу в уголке глаза. И что самое главное, не подчеркивается текстура. Вот этот лег хорошо, мне нравится. И это очень деликатно, посмотрите. То есть я буквально, когда смотрю на вас прямо, как будто на мне и нет хайлайтера. Просто буквально делаю поворот головы и вы уже видите это освещение. Единственное, мне не хватает хайлайтера под бровью и где-нибудь хочется хайлайтера на кончике носа посильнее. Но это чуть потом, потому что у меня есть еще и сухой хайлайтер. Вот ему я точно говорю, да, как и румяном. Переходим к пудре. У данного бренда есть только компактная пудра. И она у меня в оттенке 1. Да, девочки, как давно не было вау в моем ролике. Но почему эта пудра вау? Во-первых, у нее есть зеркало. Также у нее есть, конечно же, вот такой вот спонж-пуховка. Что мне нравится, у данной пудры есть вот такая крышечка-разделитель между спонжем и самим продуктом. Это на самом деле очень круто. Я в каких-то бюджетных продуктах такого не встречала. Я просто, ну либо я не могу этого вспомнить. Я помню, как я в магазине долго выбирала оттенок пудры. В итоге выбрала самый первый. То есть самый, скорее всего, светлый, но это не точно. Он с таким слегка желтоватым, как будто под тоном. Я обычно пудру наношу не спонжем. Я обычно это делаю кистью. И я, пожалуй, возьму вот такую вот кисточку. И погнали. Внимание, распаковка зеркала. Спасибо. Она очень сильно пылит, если так можно сказать. Но я использую много пудры, поэтому мне это, наверное, на плюс. Начинаю с подбородка. Я, как правило, наношу очень толстый слой пудры. Что-то я тут чуть не переборщила. Мне не хватало рассыпчатой пудры, и пудра рассыпалась. Спасибо. Кисточка неудобная. Для пудры возьму побольше. Я хотела сделать что-то типа бейкинга себе, но, наверное, такой пудрой не получится. В общем, просто припудриваем все лицо. Я всегда делаю акцент на том, что я обычно использую рассыпчатые пудры, и обычно компактные. Мне как будто уже непривычно пользоваться. Я в любом случае ей пытаюсь сделать себе бейкинг. Но хотя это заведомая ошибка. Несмотря на то, что вся пудра, так скажем, распушилась, мне всего хватило, аромат просто пепяу. Она очень сильно пахнет пудрой. Вот знаете, тот самый запах пудры, о котором вы сейчас можете подумать. Даже для меня как будто уже чересчур, хотя я люблю этот аромат. Но матирует, она просто божественна. Вы посмотрите, даже страшно, насколько сильно. Пудра плотная, даже, как видите, перекрыла весь мой румянист. Это тоже надо иметь в виду. Но я все наносила достаточно плотным слоем. Мне цвет, честно, не очень нравится. Он как будто в каких-то местах лег слегка желтовато. В каких-то местах он классно закомбинировался с тоном. Но в каких-то местах, вот прям вот как вот здесь, я вижу отчетливо что-то желтое. Замотировала так, как надо. В целом, пудра неплохая. С помощью спонжа пудра будет наноситься очень плотным слоем. Поэтому будьте аккуратны, потому что сама по себе пудра очень пигментирована. Это видно сейчас по моему лицу. Очень жаль, что нету ни бронзера, ни контура сухого. Мне вот правда этого не хватает. Надеюсь, скоро времени они появятся. А мы сейчас с вами переходим к румянам, именно к сухим румянам, компактным. И они у меня в оттенке три. Эти румяна я выбрала уже более коралловые, потому что в своем макияже предпочитаю именно такое комбо. Сначала я использую что-то коралловое, хотя в обычной жизни у меня наоборот. У меня жидкие румяна, они более коралловые, а сухая текстура, она более розовая. Но здесь как получилось, так получилось. Шесть грамм, и это третий оттенок. Какой приятный, насыщенный коралловый цвет. Я буду использовать вот такую кисточку, которая 100-500 миллионов лет. Ой-ой-ой, какие они пигментированные, мне уже страшно. Они просто так ярко набираются на кисть, вы посмотрите. И также ярко наносятся на кожу. Но на эту пудру они ложатся хорошо, не пятнят. Я опять взяла неудобную кисть, возьму вот эту. Румяна матовые, но из-под румян виднеется блеск хайлайтера. То есть хайлайтер вообще бомба. Ну и что вы хотели? Я переборщила с румянами, без этого некуда. Поэтому спонжик мне на помощь. Румяна очень пигментированные, хорошо наносятся, достаточно неплохо тушуются. Но за счет того, что у них цвет безумно яркий, вот легко переборщить. Понравились ли мне? Да. Но я бы, наверное, хотела попробовать какой-нибудь другой оттенок. Потому что это для меня казалось too much по цвету. Как будто бы он слишком яркий. Но на лето в самый раз. Как раз, чтобы быть такой свежий и отдохнувший. Окей, румянам я все-таки ставлю лайк и говорю им да. Но кремовые мне понравились просто на миллион. Теперь внимание. Хайлайтер. А именно сухой хайлайтер. Он в единственном оттенке, который был представлен. То есть других не было в наличии. И внимание. Вау. У них уже холодный подтон. И более плотное и яркое свечение. Зацените. Видите, как они сияют? Чем-то таким уже холодненьким. Но опять-таки не вырви глаз. Тоже деликатное свечение. Слушайте, у них как будто не совсем сухая текстура. Они как будто бы слегка кремообразные. Что-то такое среднее. То есть это не кремовый хайлайтер, но в то же время и не сухой. Я подготовила вот такую кисточку. Потому что я думала, что это сухой хайлайтер. Но мне кажется, что такой кистью я даже не наберу этот хайлайтер. Но мы попробуем. Ну нет, ладно. Что-то есть. Что-то есть. Нет, странно. Очень странно. Мне кажется, проще всего пальцем. Пальцем просто идеально. Если что, если вы уже купили такой хайлайтер и не знаете, чем не наносить, пальцем идеальный вариант. Мой такой теплый макияж, мне кажется, не совсем подходит этот оттенок хайлайтера. Но он реально очень холодный, серебряный. Но цвет у него красивый. Опять-таки нанесем в уголок глаза. Ооо, вот здесь прям видно, как он классно сияет. И он идеально впишется на кончик носа. Я обожаю, когда кончик носа сияет так, чтобы его было видно из космоса. Обязательно нанесу его под бровь, потому что должно быть классное освещение. Ооо, люблю такое. Он не подчеркивает текстуру. Его можно наслаивать. У него в целом приятное освещение. Просто мне бы хотелось в коллекции другие цвета. Я бы выбрала, допустим, какой-то более теплый цвет. Допустим, шампань или золотистый. Но вот этот он очень холодный. Я ему говорю и да, и нет. Просто с ним надо как-то вот поработать и понять, что к чему. Теперь я хочу оформить брови. И для них я себе выбрала вот такой карандаш. Он у меня тоненький, с тоненьким грифелем в оттенке 02. Также я помню, что были еще тени для бровей. Но я ими не пользуюсь от слова совсем. Приятно, когда так быстро все распаковывается. Посмотрите, какой классный карандаш именно по своей форме. Он такой весь точеный, прямоугольный. Не знаю, мне нравятся такие продукты. Они приятно лежат в руке. У него есть щеточка для того, чтобы брови расчесать. И непосредственно сам карандаш. Обращаю внимание на то, что у меня именно тонкая версия. Потому что в магазине есть еще толстая версия карандаша. Мне кажется, такая просто комфортнее. Ей можно прорисовать волоски. Я помню, что я его сводчила в магазине. Мне показался грифель слегка жестковатым. Он сломался. Но думаю, что это первые движения. Потом карандаш должен стать чуть мягче. Но рисуют хорошо. И цвет такой. Идеальный для русых. Погнали, попробуем его в работе. Брови держатся хорошо. Так что гелью ставим лайк. Теперь прорисовываем волоски. Коже не больно. То есть все происходит комфортно. Вот так вот выглядит бровь до. Вот так вот выглядит бровь после. Цвет вроде бы и подошел, но вроде бы и темноватый. Что по поводу самого карандаша в работе? Он удобный. Все. Пошло дело. На самом деле карандаш удобный, если его сравнивать с какими-то другими карандашами популярными. По своей текстуре, по своему нанесению он похож на карандаш для бровей от Vivienne Sabo. Знаете, вот этот тот самый, которым пользуются многие. Похоже. Ну вроде бы и неплохо. Сейчас чуть-чуть причешем. Ну супер. Мне нравится. Классные брови получились. Такие вроде бы и натуральные. В то же время немножко графичные, но совсем чуть-чуть. Короче говоря, карандашу я точно говорю да. Единственное, будьте аккуратны с цветом, потому что на свочах он казался более светлым, чем оказался в работе. Поэтому если вы тоже светлая достаточно девушка, лучше выбрать оттенок чуть-чуть посветлее. Скорее всего 0,1. Потому что этот сами видите, как будто темноватый. А так карандаш ну реально зашел. Не хуже, чем Vivienne Sabo. Теперь мы с вами ненадолго перейдем к губам, а потом вернемся к глазам. Почему я хочу сейчас перейти к губам? Это все потому, что у меня есть вот такая вот штучка. Бальзам для губ. И мне кажется, его логичнее использовать сейчас. Посмотреть, как он работает. Есть ли у него тинт и так далее. Вернее, это тинт даже для губ в оттенке 04. Но выглядит он просто как бальзам. Я думала, что это бальзам. Я помню, что он мне очень понравился тем, что он был похож на Black Honey. Упаковка, конечно, просто потрясающе выглядит эстетично. Хочется фотографировать. И вот таким вот образом мы видим с вами сам бальзам. Если бы ты еще не этот тинт. Вы просто посмотрите на этот роскошный, слегка сливовый оттенок. Многие со мной поспорили, что при чем здесь Black Honey. Сейчас, секундочку. Собственно говоря, здравствуйте. У меня также есть Black Honey. Да, он более темный в стике. Но, когда ты наносишь Black Honey как сводч по цвету, Ну, мне кажется, что, блин, на руке не так похоже. Но на губах как будто бы похоже. Ладно, можете со мной спорить. В любом случае, мне кажется, что это похоже на Black Honey. Ну все, вы меня сделали. Вы меня сделали. От Black Honey здесь столько слова Black. Не, на самом деле на губах это как будто бы реально будет похоже. Погнали наносить. Сначала я смываю с губ все, что у меня было. И наношу этот тинт на губы. Мне нравится. Я последний год прям угораю по сливовым губам. Мне кажется, такой оттенок мне подходит. Очень классно. Очень классно. Там, конечно, в коллекции были и более розовые оттенки, и более красные. Мне понравился вот этот. 0,4. И да, мне кажется, он хорошо увлажняет губы. Бальзаму ставим огромный жирный плюс. Жирнючий лайк. И это просто 10 из 10. Это то, что я 100% рекомендую попробовать у этого бренда. Кстати, да, досмотрите видео до конца. Я вам скажу все свои точные да, то, что стоит попробовать. Ну, а дальше мы с вами переходим к глазам. У меня есть палетка для глаз. У меня есть карандаш для глаз. И, наверное, мы с вами как раз-таки начнем с карандаша для глаз. Потому что палетку я уже тестировала. Спойлер, мне вроде бы все понравилось. Но прежде... Да давайте все-таки с палетки. Чего мы? Чего мы как не родные? У меня палетка в третьем оттенке. Итак, ребят, в этой палетке у нас 9 цветов. И в ней есть как матовые тени, светлые, темные. Можно поэкспериментировать и сделать более яркий макияж. Можно сделать более нюдовый макияж. Также здесь есть сатиновые варианты и перламутровые, ну или металлические. Я вам обязательно здесь прикреплю ее с вотчем. Но я буду использовать что-то легкое для своего повседневного макияжа. Скорее всего, это вот эти два оттенка. Плюс высветлю вот этим около желтеньким. И немножечко добавлю сатиновым. Спойлер, я уже делала макияж этой палеткой. И я помню, что мне очень понравилось. Потому что тени легко тушуются, хорошо ложатся. Они действительно пигментированные. Когда, допустим, возьмем самый светлый оттенок, он реально прям хорошо высветляет века. Блин, вот я лохозавр. Я забыла нанести базу. Девочки, просто забываем все. Вы забыли мой этот позор. Я в любом случае нанесу немножечко консилера, чтобы все более плотно и хорошо ложилось. Теперь снова погнали наносить светлый оттенок. Сейчас уже все намного лучше. Так, я высветлила свои веки. Получилось хорошо. Далее я беру вот этот оттенок. И также наношу его на все подвижное веко, как и предыдущий самый светлый. Я вообще не люблю какие-то сложные макияжи. Я это поняла. Я думаю, вы это тоже поняли. Поэтому все стараюсь делать максимально быстро. Также этим же цветом я слегка прорабатываю нижнее веко. Это обязательно. Чтобы макияж смотрелся более целостно. Далее я беру кисточку поменьше и более розовые тени. Его я наношу как бы во внешний уголок глазок. Немножечко подтушевываю, в любом случае, к серединке. И потихоньку это все вытягиваю наверх. И также добавляю на нижнее веко также чуть-чуть. Теперь я просто беру вот эту кисть широкую и все вот так вот растушевываю. С матовым цветом все. Теперь переходим к сатиновым. Здесь четыре цвета сатина. Мне сначала нужен вот этот. Он, кстати, как будто бы слегка кремовый. Вернее, мне даже это не кажется. Это как факт. И вот этот цвет можно использовать как хайлайтер в теплом цвете. Он кажется, что розовый, но по факту у него такое приятное золотисто-бронзовое свечение. Сейчас я вам покажу поближе. Я наношу опять-таки на все подвижное веко. На данном этапе мои глаза выглядят следующим образом. В принципе, можно было, наверное, бы и закончить. Но я все-таки хочу использовать еще вот этот сатинчик. У них такой приятный нежный бежевый цвет. И его я наношу, наверное, только на внешний уголок. Хотя можно было бы тоже бахнуть на все веко. И слегка тушенем. В принципе, как-то так. Опять-таки покажу поближе. Возможно, вам особо и не видно никакой разницы, что было до и что сейчас после. Но я ее вижу. Теперь беру самый светлый, перламутровый, сатиновый, шиммерный оттенок. В общем, вот его с блестяшкой. И буду использовать как хайлайтер плюсом вот сюда во внешний уголок глаза. И немножко его ввожу к центру. Вот это была плохая идея. Я теперь очень сильно сияю. У меня макияж получился не совсем повседневный. А очень блестящий. Но да ладно. Вот что в итоге мы имеем. Мне очень понравилась эта палетка теней. Действительно классно тушуются. Хорошо пигментированы. В принципе, на каждый день то, что нужно. Теперь мы с вами берем карандаш для глаз. Его я и взяла для того, чтобы подвести межресничку, слизистую и так далее. Карандаш у меня коричневый в 0,2 оттенке. Что по поводу цвета. Это такой достаточно насыщенный коричневый оттенок. Он мягкий, приятный. Я бы сказала, что это такой цвет мокко. Я не очень люблю прорисовывать межресничку. Но погнали. Ну что, друзья. Вроде бы как смогла. Конечно же, немножко все равно попала на бег. Потому что у меня с межресничкой всегда проблемы. Как получилось, так получилось. Карандаш очень удобный в работе. Он мягкий. Но при этом он не жирный и не мажется. Зачет. Теперь переходим к туши. У меня она удлиняющая. Хотя в линейке у этого бренда есть еще и другие. Объемные и так далее. Я люблю длинные ресницы. Поэтому выбрала ее. Спойлер тушь. Я это уже использовала. У нее удобная кисточка. Она силиконовая. Она действительно классно удлиняет реснички. Так что сейчас все накрасим. И я вам продемонстрирую. Примем удобную позу. Я думаю, достаточно. Честно, я бы могла еще наслоить тушь на как минимум еще один слой. И это было бы вообще просто что-то божественное. Но я понимаю, что с этим макияжем мне еще сейчас жить весь день. Не хочу его делать слишком вечерним. Слишком ярким. Вот до, вот после. Я просто смотрю вам в душу. Мне очень понравилось все действие. Но вы сами видите, ресницы стали настолько длинные, что они у меня достали до века. Все, я убрала тушь. И теперь это все аккуратно. Ну что, мои глаза готовы. Тушь Unbelievable. Я вам уже показывала до после, как классно реально их удлиняет и подкручивает. Хотя нигде не заявлено о том, что она будет подкручивать реснички. Теперь мы с вами переходим к губам. Да, на них есть тинт. Но у меня тут есть еще продукты. Во-первых, у меня есть карандаши для губ, которые стоили всего 99 рублей. И спойлер, они просто офигительные. Далее у меня есть вот такая вот матовая помада, которую я уже использовала. Прикреплю вам тут фотографию, как она смотрится на моих губах. Она хорошо на них держится. Она не скоупает каких-то движений. Она не сушит губы. С ней реально можно провести весь день. И у нее такой приятный коричнево-сливовый оттенок. Если что, помада у меня в 0,1 оттенке. И делала я с ней лип-комбо с вот этим карандашом в 0,3 оттенке. То есть берем матовую помаду 0,1 и карандаш в оттенке 0,3. Получается просто нереальная комбо для губ. Ну и сейчас мы с вами посмотрим на вот эти карандаши в 0,5 оттенке. Он такой светло-розовый. Я бы даже сказала, что это такой легкий нюд. И оттенок карандаша 0,6. В магазине я, к сожалению, не сводчила. Поэтому уже придя домой, их распаковала и посмотрела на цвета. 0,6 он более такой яркий, более малиновый. Я хочу использовать сегодня вот такой вот блеск в 0,2 оттенке. Я им еще не пользовалась. У него удобный аппликатор. И цвет не полупрозрачный. Кофейно-розовый. Мне нравится. Боже, вы бы могли почувствовать, как вкусно он пахнет ванилькой. Я просто сейчас пытаюсь понять, с каким цветом мне лучше закомбинировать этот блеск с потемнее или посветлее. Ладно, давайте сделаем более нюдово. Я запуталась, я не знаю. Может, два карандаша использовать? Как вариант. Сделаем такое лип-комбо. Я смыла полностью бальзам с губ, тинт-бальзам, и теперь секрет моего успешного макияжа губ, это обязательно их затонить. Я использую для этого консилер, распределяю по губам. Дальше беру пудру и с помощью пудры слегка припудриваю. Таким образом просто макияж губ носится буквально весь день. Давайте все-таки начнем с пятого оттенка, он посветлее. Я сначала им попробую прорисовать контур. Если мне покажется слишком сло, буду использовать шестой. Да, мне уже кажется, что он слишком светлый, поэтому берем шестой. Просто как по маслу, вы посмотрите. Очень хорошо ложится. Зацените мои губки. Да, сейчас они выглядят как губы клоуна, но это нормально, потому что они в консилере и в карандаше. Ложится этот карандаш просто, ну вау. Напоминаю, для контура я использовала шестой оттенок. Сейчас хочу пятый добавить в центр губ. По-моему, получилось такое неплохое омбре. Покажу вам поближе. Вот этот пятый оттенок, это прям идеальный такой нежно-розовый пудровый цвет. Ну и теперь берем блеск. У меня блеск в ноль втором оттенке. Единственное, что я бы хотела, это чтобы аппликатор набирал чуть больше продукта, чтобы я не так часто опускала аппликатор в сам продукт. Ощущается блеск на губах приятно. Просто как самый стандартный блеск, ни больше, ни меньше. Ну и, собственно говоря, все. Мой макияж брендом Love на лице. Он готов. Единственное, что нету фиксатора, к сожалению, у этого бренда. Поэтому я буду использовать от Chic. Пользуясь случаем, расскажу вам об этом фиксаторе от бренда Chic. Спойлер. Мне понравилось. Я им пользуюсь уже где-то неделю, наверное, может быть даже больше. У него приятный цветочный аромат. Хорошее вуальное нанесение. Единственное, что мне не нравится, что по кругу у него идет такое легкое распыление. А то, что идет из центра, оно как будто слегка брызгает. Доработать пшикалку это будет прекрасно. Макияж держится хорошо. Буду покупать еще 100%. Сказать, что мне нравится мой сегодняшний макияж, это не сказать ничего. Обошелся мне всего в 6800 рублей. Я, можно сказать, полноценную косметичку собрала. При этом некоторые продукты можно в эту косметичку-то и не покупать. То есть, ну не всем нужен кушон и тональный крем одновременно. Я просто взяла это, чтобы тестировать вместе с вами. Теперь, что по поводу продуктов, которые я бы точно рекомендовала всем попробовать. Вот это то, что мне понравилось настолько, что я куплю еще. Во-первых, это карандаши для губ. Они стоят 99 рублей. И они стоят просто каждого своего рубля. На 100% поеду в магнит косметик и скуплю всю линейку. Далее, то, что рекомендую точно всем, это вот эти румяна. Возможно, именно эти в этом цвете, потому что они хорошо освежают. Но в целом, вот эти румяна кушон мне безумно понравились. Опять-таки, они чуть выше по своему ощущению в стоимости, чем они стоят на самом деле. То есть, это такой хороший средний сегмент. Но тушь это просто мне зашло на все 100%. Я ее прям в косметичку кину, буду ей пользоваться на постоянный. Плеск, на удивление, мне тоже очень понравился. То есть, вот я вот точно 10 из 10 ставлю, как и этой матовой помаде. В целом, вообще, продукты для губ улав мне очень понравились. И тинт мне этот понравился, хотя я не фанатка тинтов. Ну и если смотреть на продукты для лица, мне очень понравился кушон. И консилеры. Вот консилеры меня, наверное, поразили тем, что они по нанесению не плотные. То есть, они не ощущаются на лице, как маска. Но при этом они хорошо все перекрывают. Ну, в общем-то, как-то так. Пишите в комментариях, что вы уже пробовали от бренда Love. Обязательно попробуйте то, что я вам сейчас сказала. Вот карандаши для губ и тушь для ресниц. Это, наверное, не то, чтобы там 10 из 10. Вот сначала они, а потом все остальное, я бы так сказала. И румяна кушон. Вот. Это топ-3 продукта, которые я точно рекомендую. Ну и пишите в комменты, какой бренд мы с вами будем тестировать в следующий раз. Хотя, мне кажется, вы и так уже знаете, какой это будет бренд. Потому что мы его недавно кое-где купили, да? Ну и оценивайте мой макияж в комментариях. Мне действительно очень нравится то, что получилось. Так что я молодец, да и косметика тоже. На этом все. Желаю вам прекрасного солнечного настроения. Поздравляю вас наконец-таки с наступлением весны. Она даже к нам пришла. Увидимся в новых роликах. Всех люблю и всем пока.